Послание Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил труд педагогов и воспитателей. Глава государства объявил об увеличении выплат 1 сентября текущего года на прибавку к заработной плате могут рассчитывать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Плюс 5000 рублей ежемесячно. Улучшат и сами учебные заведения. Они войдут в программу капитального ремонта наравне с детскими садами. Завершить работы планируют до 2030 года. К капитальному ремонту требует около 18,5 тысяч зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему. А в дальнейшем будем проводить ремонт школ уже в плановом режиме. То, что сделано до сих пор, показывает, что мы на правильном пути. Задачи и цели, поставленные главой государства, будут выполнены в каждом регионе. Ульяновские парламентарии выделили центральные тезисы. Акцент сделан на социальной сфере. Большое внимание было уделено и сказано мерам поддержки ребят, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции и их семей. Это и рождаемость, это и демография в стране. Это весь комплекс мероприятий, которые необходимо сегодня усиливать для того, чтобы страна более динамично развивалась. Динамично развивать планируют и систему общественного транспорта. Автобусы и маршрутки решено обновить. Вопрос состояния подвижного состава в областной столице стоит ребром не первый год. Пассажиропоток растет, автомобили выходят из строя, что сопутствует увеличению жалоб со стороны населения. Порядка 40 тысяч единиц подвижного состава будет запущено до 2030 года в регионах. В сумме это появляется около 150 миллиардов рублей. Конечно же, задача нашего региона войти в эти программы в полном объеме, максимально, чтобы решить одну из острейших проблем, которые существуют сегодня на территории Ленинской области – это транспортное обеспечение. Проблемы решат и в других сферах. Президент объявил о списании части долгов регионов по бюджетным кредитам. На данный момент задолженность Ульяновской области составляет около 50 миллиардов рублей. Освободившиеся средства власти смогут направить на цели развития и социальную поддержку населения. Резидент сказал направлять все высвобождаемые средства на экономику региона, на различные проекты, которые внутри. Принято решение по нацпроекту здравоохранения, тоже мы это услышали, все высвобождаемые средства с торгов от различных конкурсов, это тоже миллиарды рублей, тоже оставлять внутри регионов. Раньше, подчеркиваю, все, что в конкурсах оставалось по нацпроекту, оно направлялось назад в федеральный бюджет. Это не единственные тезисы в блоке здравоохранения. В ближайшие шесть лет на строительство оснащения поликлиник и больниц направят больше одного триллиона рублей. Финансирование пойдет на закупку современного оборудования, капитальный ремонт фасадов, реанимации и кабинетов для приема больных.